Всем привет! Я завязал вот такой узел. Назвал его Колос и начал искать в трудах Международной гильдии узловязов. Нашёлся он в 88-м выпуске трудов ЕЖКТ под названием Плетёнка. В ЕЖКТ его тоже завязали недавно, назвали Сен-Митт и долго считали новым. Но потом обнаружили упоминание об этом узле в австралийских узловых источниках, датированных аж 1928 годом. Он был завязан и забыт. Предлагаемая ЕЖКТ схема вязки выглядит примерно вот так. Делаем два последовательных нахлёста. Обносим ходовыми коренные концы и вбиваем их в ближний глаз. Теперь пересекаем ходовые концы возвратным движением в районе переносицы. Продолжаем свободное движение концов относительно вот этого перекрёстка. Поднимаем концы немного вверх и вбиваем в крайние замкнутые контуры. Обтягиваем и получаем плетёнку по-английски Сен-Нитт. Для тех, кому сложно контролировать структуру, состоящую из двух последовательных обносов и одновременно продолжать вязку узла, я предлагаю следующую схему вязки. Для начала вяжем травяной узел. Делается это так. Поверх окна встречного обноса укладываются скрестно и параллельно ходовые концы. Каждый по своей стороне. Без зацепления. Если концы уложить вот так, то в этой точке, центральной, будет зацепление концов. А вот так по своей стороне без зацепления. Теперь, сохраняя тень узла, тень вот этой структуры, вбиваем ходовые концы, вот эти ветви ходовых концов, внутрь замкнутого контура обноса. Вот так и сохраняем тень, и вот так и сохраняем тень. Если концы вбить одновременно, можно потерять структуру тени и получить в результате вот такой вот узел, который является тещином. Нас же интересует вот такая структура, которая называется травяным узлом. Вот видите, травяной узел. Ходовые концы нужно сделать подлиннее. Теперь, вот из этого вот положения нужно продолжить обматывание коренных концов ходовыми в сторону собственного коренного конца. Вот так. Дальше. И вбить ходовые концы в видимые боковые замкнутые контуры. Вот сюда. И вот сюда. Если этот узел дотянуть, получится вот такой узел с хорошими механическими свойствами, но очень толстый. Его можно назвать обмотанным травяным узлом с прямым довязыванием. Видите, он имеет структуру выхода концов, подобную прямому узлу. Если этот узел затянуть, вернее растянуть за ходовые концы, в результате получится узел плетенка. В процессе растягивания обмотанного травяного узла он проходит еще одну стадию, которую я называю растянутый травяной узел с обмоткой ходовыми концами. В таком положении он тоже устойчив и может применяться как отдельный узел. Как и любой другой узел с прямым выходом ходовых концов, к плетенке может быть применена процедура перекрещивания, превращающая его в перекрещенную плетенку, двусторонне перекрещенную плетенку. Перекрещенная плетенка хорошо выдерживает тест жесткого расчесывания. Поэтому может применяться при буксировке связанной веревки по каменистой местности. Прямая плетенка к такому тесту менее устойчива.